Только два тарифа. 50 мегабит за 300, 100 за 400 рублей. Интера. При проверке оказалось, что красная линия у нас проходит прямо внутри дома, захватывая вот этот кусочек. Вообще непонятно, как-то так получилось. Над домом Елены Прониной условной красной линии нависла угроза. Женщина узнала, что строение частично оказалось на муниципальной земле, а это является нарушением закона. Специалисты мэрии потребовали дом передвинуть, но как это сделать, женщина не понимает. Здание, которое они с мужем купили еще в 2003 году, на этом месте стоит уже не одно десятилетие. С той поры мы спокойно не спим, не едим. И, в общем, конечно, дома стояли с 50-х годов еще того века, так сказать. Все палисадники входили. Бабушки, дедушки, которые до этого жили, они говорили, что все это входило. Все они благоустраивали эти палисадники. Спокойный сон потеряли абсолютно все жители улицы Первая Пильная. Еще пять лет назад они узнали, что по их проулку протянулась так называемая красная линия. Это условная граница между муниципальной и частной землями. Почти у всех вне закона оказались строения, примыкающие к дому, и палисадники. Специалисты администрации настаивают, нарушения надо устранить. Они, у вас приватизировано за домом, вот дом и все, а то, что перед домом, вот у вас палисадник, вот этот вот, три метра гаража, это вы незаконно захватили. Я говорю, как мне, вот это все мне досталось от отца по наследству. Я говорю, ничего не захватываю. Тех, кто не выполняет предписания, штрафуют. Наталья Помыткина уже трижды оплатила квитанции. В последний раз с нее взяли пять тысяч рублей. Люди обеспокоены ситуацией. Сейчас они мечтают узаконить абсолютно все свои строения. Только как это сделать, пока не знают. Выкупить эти земельные участки. Мы готовы приобрести их в аренду. Единственное, к чему не готовы жители улицы Первой Апильной, это сносить вот эти палисадники. Обсудить эту проблему активисты улицы Первой Апильной решили заместителем главы администрации по стратегическому планированию и инвестициям. Дмитрий Зайцев пояснил, что готов рассмотреть заявления людей. В условиях сложившейся застройки мы стараемся идти навстречу сложившейся ситуации. И если есть возможность, то мы предоставляем людям возможность перераспределиться и узаконить. Ответ активисты получат в ближайшее время. Между тем, с подобной проблемой сталкиваются жители других поселковых улиц, причем не только на Апильной. Заместитель главы администрации пообещал, что готов рассмотреть и другие обращения, если только они будут коллективными. Юлия Данилова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.